Тюменские биологи вывели семена льна специально для местного климата. В 20 веке в нашем регионе льна выращивали много, а до 70-х годов работали заводы по его переработке. Потом все это закрылось. Между тем спрос на ткани, вату и другие изделия из льна растет. Вернется ли его производство в Тюменскую область, расскажет Татьяна Воротилова. Недостатки сортов они исправляют методом экспериментального фотосинтеза. Мы сейчас измеряли хлорофилл в листьях растения льна, чтобы потом обрабатывать данные, сравнивать их. Это сорт лен-долгунец-маяк. С ним биологи связывают большое будущее Тюменской земли. В ход идут самые современные методы с использованием генетически активных веществ. Тех, что получено исключительно химическим способом, но безопасно, несмотря на отпугивающие обывателя термины амутагенезия. Это хорошо тем, что подбираются такие концентрации мутагена, такие способы обработки, которые позволяют вызвать большой спектр измененных форм. Как только этот спектр, вот это разнообразие удается увеличивать, то из этого разнообразия выбираются формы, несущие полезные признаки. Выбрать все самое полезное, а потом рассказать об этом тюменским аграриям и заинтересовать. Такие глобальные цели здесь на кафедре ботаники и биотехнологий поставили два года назад. Идея не осенила умы ученых, просто вспомнилась давно забытое старое – времена, когда родной край славился льном. Достаточно были высокие пассивные площади, отдельные до 70-х годов. По всему региону, в основном южной части области, льон достаточно широко выращивался. Были льнозаводы в Тобольске и получали льноволокно достаточно хорошего качества. Условия были достаточно благоприятны. Климат в Сибири с тех пор изменился, поэтому возрождением культуры для местных полей еще два года будут заниматься в лабораториях, чтобы льняные волокна были высшего качества и для пищевой промышленности вырос самый лучший результат. Это первое поколение семян льна на пути создания нового сорта для экстремальных условий. Впереди еще много работы. Уже в этом году ученые обещают получить второе поколение. Отобрать растения, устойчивые к болезням и низким температурам, работа долгая, иногда занимающая годы. Недавно ВУЗ стал научным центром в области изучения биологической безопасности растений. Поэтому льняные эксперименты пойдут на пользу здоровью и экологии. Татьяна Воротилова, Антон Пригорницкий, Тюменское время.